Больше всего предпринимателей волнует тот факт, что на дворе шашлычный сезон, и финансовые потери для многих стали просто непосильными. На текущий период времени все арендаторы мясных охлаждаемых столов занимаются продажей свинины. Так как вышел запрет о реализации свиной продукции на рынке ООО «Сфера», больше половины продавцов от нас ушло, и, соответственно, мы потеряли постоянных покупателей. Хотя торговля свининой производится во всех торговых точках города Рязани. Я вот здесь отработала 25 лет. Я никогда такого не видела, чтобы такое было. Да, действительно, на первый раз, потому что технологично все оборудование. Во-первых, у нас мясо домашнее возят, у нас все проверяется, все кругом, все до куска. Покупатели от нас уходят, потому что они привыкли покупать у нас полный ассортимент свинина, говядина. Вы посмотрите, у нас пустые места вокруг. Народ, естественно, вот он подходит, плечами пожали, ушли. Конечно, нам это очень тяжело. А вот скажите, пожалуйста, сколько примерно по денежкам теряете за один день без свинины? Ой, ну, это много. На территории рынка имеется собственная ветлаборатория. Трудятся в ней высококвалифицированные специалисты. Забор проб мяса берется ежедневно, и возможность попадания на прилавки зараженного вирусом АЧС мяса полностью исключена. Ветслужбы города Рязани ставили нам запрет, руководствуясь постановлением от 21 ноября 1980 года. То есть это еще было при СССР. Тогда не было понятия торговый центр, было только понятие базар. Пока руководство рынка письменных ответов на свои запросы не получило. Но вот устный комментарий от представителей регионального правительства нам все-таки удалось заполучить. Есть однозначный запрет на торговлю свининой и продукцией свиноводства на рынках. По поручению губернатора Рязанской области в настоящий момент нашими специалистами разрабатываются дополнительные механизмы, которые позволили бы реализовывать прошедшую контроль, продукцию и свиноводство без нарушения действующего законодательства. Например, если собственники рынков смогут организовать отдельные торговые площади, и такие павильоны не будут относиться к рынкам, то можно торговать и свининой, и продукцией свиноводства. Как скоро арендаторы смогут занять лотки свининой, точно неизвестно. Но понятно одно – убытки, понесенные предпринимателями, возмещать никто не будет. Согласитесь, мало кому такое вообще может понравиться.